Жители Красносельского района столицы требуют пересмотреть проект благоустройства некоторых улиц. Там расширяют тротуары за счёт сужения проезжей части, а попутно ещё и ликвидируют парковочные места. На некоторых участках машины теперь разъезжаются с трудом. Стали возникать пробки даже там, где их никогда не было. Дело дошло до экстренного совещания в управе. О подробности у Ярослава Красиенко. Откройте, пожалуйста, окно. Давайте в другой раз. Строительная техника в Красносельском районе появилась внезапно. Никто не мог понять, зачем фрезеровщики снимают асфальт там, где ещё в прошлом году отремонтировали дороги и тротуары. Это всё приехало и сносится грейдерами, машинами. Не интересуясь ни у кого, ни у жителей, ни у людей, ничего не спрашивая. Надо нам это вообще. Вместе с асфальтом и знаками парковки исчезают единственные в округе места, где местные жители могли оставить свои машины. Они смотрят на план благоустройства и не узнают свой район. Судя по этому проекту, у нас останется процентов 10 только парковочных мест от того, что есть сейчас. Подземных паркингов тут нет, а на узких дорожках во дворах места для стоянки не предусмотрены. У нашего дома нет прилегающей территории. Есть только один тротуар, на котором нельзя останавливать машины. У меня есть автомобиль, который я могу припарковать только вот в этом месте. Там, где стоит ее машина, асфальт должны были снять еще накануне, но владельцы просто отказались убирать свои автомобили. Возвращать их будет некуда. Что будет страшно подумать, потому что нам парковочных мест и так катастрофически не хватает по району, а сейчас мы их лишаемся вообще. Некоторые на всякий случай уже осваивают другие средства передвижения. Нам, видимо, всем предлагают пересесть на самокаты, велосипеды. Излишние опасения. Поэтому и предусмотрены в проекте, в том виде, в котором представлен, и заездные карманы, и парковочные места. На еще одной прилегающей дороге, которую хотят уменьшить уже сейчас заторы. Почти четырехметровые тротуары в этом районе Москвы собираются сделать еще шире. То есть проезжая часть, которая здесь и так небольшая, будет еще уже. Но и уже вот сейчас видно, что подобная реконструкция может привести к настоящему транспортному коллапсу. Огромным фурам, которые приезжают сюда на фабрику, просто не хватает места. Такого жители Красносельского района возле своих домов еще не видели. Делать смысл огромные тротуары за счет проезжей части, ну, это не поддается логике. После протестов работы временно приостановили. В управе решили провести экстренное совещание и еще раз перепроверить план работ. Не будем продолжать по такому проекту работу. Мы их как-то скорректируем сейчас. Обновленный проект благоустройства района обещают согласовать с жителями. Ярослав Красиенко, Александр Чуканов и Иван Харитонов. Вести. Субтитры создавал DimaTorzok